МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как всегда, мы начинаем с новостей из Праги. Тимур, пожалуйста. Здравствуй, Юля. О событиях в настоящее время не начну я, из Праги Тимур Олевский. Начнем. Обмен пленными на востоке Украины может быть активизирован в самое ближайшее время. Об этом сказал спецпредставитель ОБСЕ в Минской контактной группе Мартин Сайдик. Буквально до конца недели ожидается обмен по формуле 8 на 4. Украинские власти обещают отдать задержанных, а взамен должны забрать 4 человека. Удерживаемые сепаратистами на территории отдельных районов Луганской области, они уже давно находятся в плену. А советник председателя СБУ Юрий Тандит сообщил о подготовке обмена 50 человек, которых украинские власти отдадут сепаратистам в Донецке в обмен на украинских заложников. Среди них есть люди, которые находятся в плену уже больше полутора лет. В подвале Донецкого СБУ прямо сейчас содержится солдат Алексей Кириченко, который попал в плен еще по Беловайскому. Я срывался в могиле, и я шел пешком в Волноваху. Скрывался. Кириченко неоднократно попадал в списки на обмен, но так и не был освобожден. О нем вспоминал на днях в Харькове бывший пленный капеллан Игорь Петренко. Алексей Кириченко сидит в плену 18 месяцев, но три из них он провел в одиночной камере. Это ужасно. Забота о помощи пленным ложится на плечи их родственников. То есть возможность передавать есть, но много преград с нашей украинской стороны доставить туда. И пленные не думали, что проведут еще одну зиму в ДНР. Они отдали все свои теплые вещи. Было лето, а теперь у них нет ни перчаток, ни носков, ни лекарств. Жена Алексея Кириченко сегодня помогла нам связаться с ним по телефону. Это привезло ощущение, с одной стороны, тому, что на самом деле человек уменьшивает. По большому счету, на этом пути, все, что можно потерять, что он теряет. Но с другой стороны, он обретает, что намного больше. Лешка молодец, он мегагигант, он выдерживает это все. Как он выдерживает, я просто потрясена. Он поддерживает меня, для него все равно ключевой остается всегда забота про тех, кто там. Потому что при любой раскладке он всегда говорит о том, что да, свобода, да, я очень хочу. Но не любой ценой. Такая вещь, как все равно вот каждый раз для него это звучит о том, чтобы выбирали всех. По словам Алексея Кириченко, ему известно еще как минимум о двух людях, которых удерживают в плену, как и его, более 18 месяцев. А в Луганске уже больше года в плену остается журналистка Мария Варфоломеева. А в Тарасовском суде Ростовской области продолжается суд над гражданином Украины Сергеем Литвиновым. Российская сторона его сперва обвиняла в массовых убийствах и изнасилованиях на территории Луганской области Украины во время военного конфликта. Теперь ему предъявили новое обвинение в разбойном нападении на территории России. Но вот потерпевший в суд даже не явился. Зато там побывал наш корреспондент Елена Романова. Ей слово. В Тарасовском районном суде продолжается заседание по делу 32-летнего украинца Сергея Литвинова. Летом 2014 года Литвинов оказался на территории Российской Федерации. Здесь в Тарасовке ему сделали операцию и положили под наблюдение врачей. Однако из больничной палаты он исчез. Как позже выяснилось, его забрали некие люди в военной форме. Несколько дней пытали, требуя, чтобы он подписал признательные показания. И сознался в том, что воевал в составе национального батальона Донбасс на территории Луганской области. И принимал участие в карательных операциях. Всего Сергею Литвинову интервинировали причастность к убийству 39 человек. Однако за целый год следствия так и не нашло никакие доказательства вины. И осенью прошлого года ему предъявили другое обвинение. Теперь его обвиняют в том, что он совершил разбойное нападение. Напал на гражданина России на территории Луганской области. Сергей Литвинов утверждает, что никогда не видел потерпевшего. И требует, чтобы его судили по той статье, по которой задерживали. То есть, в частности, к массовым убийствам. Российская Федерация незаконно меня судит. Не по закону вы судите. Вы не имеете права мне здесь судить. Я здесь не совершал ничего. Я не совершал ни на Украине, ни нигде. Я мирный житель. Вот я поддерживаю своего адвоката. Мы хотим, чтобы квалифицировалось мое дело прокуратуру города Москвы. Примечательно, что ни потерпевшие дники Александра Лысенко, ни свидетелей по этому делу, сегодня в суд не явились. Судья, тем не менее, удовлетворил ходатайство адвокатов, которые настаивают на том, что свидетели и потерпевшие должны быть допрошены в суде. И на 10 марта назначено следующее заседание. Елена Романова, Настоящее время. А в Грузии сегодня вспоминают события почти вековой давности. В этот день, 25 февраля 1921 года, части Красной Армии вошли в Тбилиси. Тогда Российская Советская Федеративная Республика, по сути, нарушила так называемый Московский договор с меньшевистской Грузией. Туда вошли части Красной Армии, и Первая Грузинская Демократическая Республика прекратила свое существование. Как вспоминают этот день в Грузии, сегодня знает Зурабдвали. Несмотря на мирный договор от 7 мая 1920 года с РСФСР, участь Грузии была предрешена. По заданию из Москвы в разных регионах республики, грузинские большевики устроили провокации, и тбилисский ревком 15 февраля 1921 года запросил помощь у Москвы. В отчаянном бою на подступах в Тбилиси, в селе Тамбахмело, сложили головы юнкера военной школы. Сегодня в Грузии вспоминали героев. 95 лет прошло, как наши предки начали борьбу с Советской империей. Через 70 лет наше поколение смогло победить и создать независимое государство. Сегодня продолжается борьба, теперь уже за свободу. Наступление частей Красной Армии осуществлялось по нескольким направлениям. Грузинская армия почти месяц оказывала сопротивление в разы превосходящим силам противника. Надежде на помощь стран Антанты. Но европейцы смирились с претензией страны Советов на Кавказ, а Турция договорилась с Москвой о разделе территории. Грузия осталась одна. Мы обязаны помнить о заплаченной за независимость цене, чтобы больше никогда на Тбилиси не развивалось Красное Знамя. Сегодня об ужасных итогах той войны и периоде репрессий 20-30-х годов можно узнать в Музее Советской оккупации в Тбилиси. Созданный еще в 2006 году при правлении Михаила Саакашвили, он по сей день вызывает раздражение у российских политиков, считающих советское прошлое общей историей двух народов. Зураб Двали и Давид Симонишвили. Настоящее время в Тбилиси. Больше событий в настоящее время у моих коллег в Вашингтоне. Юля. Спасибо, Тимур. Именем Бориса Немцова назовут улицу или сквер в Вильнюсе. Такое решение принял сегодня городской совет литовской столицы. В совете это решение объяснили тем, что российский оппозиционер боролся за лучший мир и демократическую Россию. Первая годовщина убийства Немцова 27 февраля, хотя одним из пяти подозреваемых по делу его убийств был заместитель командира чеченского батальона Верный Рамзану Кадырову, Прокуратура России завершила расследование так Кадырова и не допросив, несмотря на требования родственников и соратников Немцова. Тем временем Кремль оставляет без внимания угрозы Кадырова в отношении других лидеров оппозиции и одновременно блокирует попытки увековечить память Немцова. Марш памяти Бориса Немцова в годовщину его гибели 27 февраля в Москве пройдет по маршруту последнего протестного марша, в котором он участвовал. Это была акция против войны в Украине в 2014 году. По словам российских властей, расследование преступления завершено, однако соратники оппозиционера считают иначе. Найдены и будут преданы суду только исполнители убийства, но не найдены заказчики и организаторы этого дерзкого преступления. И все следы ведут в Чечню. Рамзана Кадырова, который был связан с предполагаемыми убийцами и высказался в поддержку главного подозреваемого, так и не допросили. Как мы видим, официальное следствие пытается убедить нас, что убийство лидера российской оппозиции в 200 метрах от стен Кремля было задумано водителем. Похоже, это официальная позиция, которую избрали власти при подготовке к суду над предполагаемыми убийцами. Спустя три месяца после убийства Немцова сам Владимир Карамурза-младший неожиданно впал в кому. После длительного лечения он пришел в себя, но он не исключает, что был отравлен из-за своих оппозиционных воззрений. При этом Кремль отмахивается от опасений по поводу недавних угроз Кадырова в отношении критиков Путина. Те, кто нарушает закон и поддерживает Путина, они оказываются вне закона. Это уже ситуация ужаснейшая. То, что сегодня де-факто сложилось в России. Московские власти отклонили запрос о проведении мемориального шествия по мосту, где был убит Немцов, и об установке там постоянного памятного знака. Тем не менее, волонтеры продолжают собирать подписи под петицией о создании мемориала. Он самый нетипичный российский политик. Открытый, смелый, честный, чистый человек. И, конечно, безусловно, мы здесь все находимся, чтобы хранить память об этом человеке. Сторонники Кремля нередко выбрасывают цветы и разбивают портреты покойного политика на месте его убийства. По словам волонтеров, иногда им помогают и дежурищие поблизости полицейские. Людмила Алексеева, председатель и сооснователь Московской хельсинской группы, призывает западных доноров оказать финансовую помощь российскому демократическому движению. В газете Washington Post опубликована статья Алексеевой, где она говорит, что проект по защите свободы в России достоин того, чтобы им заниматься. Алексеева также отмечает, что сотни активистов рискуют своей свободой и семьями, чтобы продолжать правозащитную работу в России. В Вашингтоне сегодня находится министр иностранных дел Латвии Эдгар Стринкевич. Он обсуждает с американскими официальными лицами саммит НАТО, который пройдет в июле в Варшаве, а также вступление Латвии в Организацию экономического сотрудничества и развития. Накануне министр был в Нью-Йорке, и там с ним побеседовала наш корреспондент Виктория Купченецкая. Она спросила его, что Латвия ожидает от саммита НАТО, особенно с учетом опасений Риги относительно угрозы со стороны России. Во-первых, мы хотим действенных решений по политике сдерживания в долгосрочной перспективе и существенного присутствия НАТО в странах Балтии. Во-вторых, мы хотим видеть, что НАТО более тесно сотрудничает во многих областях со странами, не входящими в Альянс, такими как Швеция и Финляндия. В-третьих, мы хотели бы, чтобы НАТО перешел от патрулирования воздушного пространства к его защите. Мы также должны поддержать стратегию НАТО по борьбе с гевридными войнами, которая уже была одобрена в декабре министрами иностранных дел. Саммит должен четко дать понять, НАТО готов защищать всех своих союзников, особенно в Восточном блоке. Наш корреспондент также спросил у министра, в чем конкретно он видит угрозу для Латвии, которая исходит от России. Ситуация очень сложная, и в ней много составляющих. Первое – это очень агрессивная риторика России. Мы слышим, особенно с 2014 года, разговоры о так называемом «русском мире», о праве защищать, в том числе и военным способом, русскую культуру, даже если это не этнические русские, а русскоговорящие люди других национальностей. Мы также слышали, что использование ядерного оружия не исключается из российской стратегии безопасности. Мы наблюдаем наращивание вооружений на границах со странами Балтии. Модернизация российской армии, демонстрация более современных видов вооружения – всё это мы воспринимаем как серьёзный вызов нашей безопасности. Ещё один элемент – это российская пропагандистская машина, которая пытается убедить жителей Европы, и в частности Латвии, что Европа потерпела поражение и что теперь на первый план выходит Россия. Напомним, что 28% населения Латвии русскоязычные, но министр Ринкевич убеждён, что сценарий Донбасса или Луганска в стране совершенно невозможен, поскольку жители Латвии видят много преимуществ в том, что они являются членами Евросоюза. Президент Обама дал осторожную оценку договорённостям о прекращении огня в Сирии, назвав обстановку в стране сложной. Мирный план пока не поддержала главная оппозиционная группа Сирии, Высший совет по переговорам, который поддерживает Саудовская Аравия. В свою очередь, Турция требует, чтобы из числа сторон участвующих в перемирии были исключены формирования сирийских курдов. Эксперты гадают, что в действительности стоит за этими договорённостями – короткой передышкой или реальная перспектива урегулирования в регионе. Мнение изучал Олесь Кругляков. В Сирии пока всё складывается, как Путин прописал. Режим Асада заметно укрепил свои позиции. Повстанцы отброшены от Дамаска, а потоки беженцев из уничтоженных городов испытывают на прочность границ ЕС и терпение европейцев. Кремль словно бы демонстрирует, что способен посеять бурю не только вблизи собственных границ, недоусмысленно намекая Западу – с таким соперником лучше договариваться, чем вступать в столкновение. Путин, возможно, и достиг своих сиюминутных тактических целей. Но при этом он умудрился настроить против себя сунитское население, не только в Сирии, но и на всём Ближнем Востоке. И с этим ему придётся считаться уже в ближайшем будущем. Так что в долгосрочной перспективе, я думаю, эту кампанию он проиграл. По мнению профессора университета Джорджа Мэйсона Марка Катца, успеху сирийской кампании Путина в немалой степени способствовала нерешительность со стороны Запада. Это и объяснимо. Для администрации Обамы сейчас гораздо важнее избежать втягивания в крупную военную кампанию, по иракскому или афганскому сценарию, считает эксперт. На этом фоне Россия, на словах декларируя общие с Западом интересы в борьбе с терроризмом, на деле использует военную силу для поддержки правительственных войск. Фактически, целей для российской авиации предлагает режим в Дамаске, главную угрозу для которого представляет не ИГИЛ, а силы вооруженной оппозиции, поддерживаемой Западом. Политологи уже окрестили такие действия чеченской стратегией, некогда использованной Москвой для усмирения мятежной республики, разрушить и покорить. О последствиях, прежде всего экономических, на данном этапе предпочитают не думать. А между тем, восстановление разрушенной инфраструктуры в Сирии может стать для России неподъемной задачей. Пока же львиная доля расходов на борьбу с гуманитарной катастрофой приходится на США и ЕС. Думаю, на данный момент главная проблема именно в том, что тысячи людей умирают и бегут из Сирии. И пока не будет мира, пока не будет, по крайней мере, временного перемирия, то ни о каком решении, настоящем решении идти речь не может. И я думаю, что пока единственное решение проблемы – это устроить так называемые зоны безопасности. Если мы это сейчас сделаем, то тогда можно уже будет говорить о разрешении конфликта. Насколько прочным окажется достигнутая на этой неделе перемирие, зависит, безусловно, от политической воли основных игроков. Все понимают, насколько сложна эта задача, и, конечно, многое еще предстоит сделать, признался госсекретарь США Кэрри. Не стоит, однако, забывать об одной важной оговорке в тексте соглашения. Перемирие не распространяется на боевые действия против исламского государства, фронта Ан-Нусра и иных организаций, признанных террористическими. Уже одна эта фраза означает, что круги, расходящиеся по региону от сирийского конфликта, улягутся, увы, не завтра. Олесь Кругляков, Андрей Дегтярев. Настоящее время. Вашингтон. Договор о прекращении огня между войсками Башара Асада и оппозиции должен вступить в силу завтра в полночь. Однако из Сирии в Турцию продолжают поступать раненые беженцы. На границе между этими двумя странами побывала корреспондент настоящего времени Шахида Якуб. Вольница турецкого города Килис, который находится на границе с Сирией. Кареты скорой помощи ежедневно везут сюда как гражданских, так и военных. Местный доктор рассказывает о том, с чем ему приходится сталкиваться каждый день. После бомбардировок привозят гражданских с осколочными ранениями. Военные поступают в основном с ранениями от снайперских выстрелов. После того, как пять лет назад началась война в Сирии, эта обычная гражданская больница превратилась в военный госпиталь. Когда я начал здесь работать, война в Сирии продолжалась уже год. Неотложка вон там находилась. Но однажды к нам доставили более 90 раненых. Скорых не хватало, их привозили на легковых машинах. Мы не знали, что делать. Боевые действия сейчас проходят всего в нескольких километрах от турецкой границы. В части езды от границы расположен город Алеппо, второй по величине город в Сирии. Сейчас он практически разрушен. Мы связались с гражданским активистом из Алеппо по скайпу, который рассказал нам о том, как выживают оставшиеся там люди. У нас нет воды. Мы берем воду из пробуренных скважин, даже если это небезопасно для здоровья. Из-за этого много людей болеют. Продукты пока есть. Еще работают некоторые магазины. Заводят из районов, прилегающих к Алеппо. Если город попадет в окружение, то пути поставок продовольствия будут перерезаны. Баха Аль-Халаби говорит, что ежедневно на жителей Алеппо приходится более 100 авиаударов. Это вынуждает людей погибать свои дома и бежать в турецкой границе, где пока относительно спокойно. Мэр турецкого приграничного города Газиантеп говорит, что после того, как в Сирийскую войну вмешалась Россия, гуманитарная ситуация значительно обострилась. Основными жертвами российских авиаударов в этом районе становятся гражданские. После того, как Россия вмешалась, боевые действия стали интенсивнее. Мы не можем открыть свою границу. Тогда нам нужно будет изменить всю логистику, которая уже существует. Сейчас по ту сторону границы уже работают турецкие гуманитарные организации и оказывают всю возможную помощь сирийцам. Сирийские беженцы продолжают пребывать в лагеря, которые организовали турецкие гуманитарные организации. Но и их ресурсы истощаются. Окруженные бедствием такого масштаба здесь, на границе Сирии, весьма скептически относятся к тому, что перемирия, о котором Россия и США договорились, приведут хотя бы к относительному спокойствию. А на Урале собираются снести единственный буддийский монастырь. Суд выдал предписание приставам сломать его к 1 марта. Монастырь попал в сферу интересов горнодобытчиков. Екатерина Пономарева и Илья Новиков прошли пешком 20 километров, чтобы увидеть, как борются друг с другом буддисты и бизнесмены. Эти занесенные снегом домики, примастившиеся к каменистой вершине горы Качканары, есть легендарный буддийский монастырь Шат Чуплинг. 20 лет назад его начал строить бывший афганец Михаил Санников, ныне Лама Докшита. Место указали свыше. Очертания горы увидел во сне его учитель. При регистрации прав на землю в ведении старца, увы, не было ни слова. Это, конечно, интересно, как судебные приставы собираются принудительно снести монастырь, потому что добраться туда можно либо на снегоходах, это очень дорого и долго, либо, как мы, пройдя 8 километров по лесной тропе пешком. В общем, даже при большом желании строительную технику наверх не загнать. На вершине нет ни электричества, ни водопровода. Строиматериалы поднимают сюда вручную или на лебедки. Зимой на собаках. На этой неделе я езжу на собаках, в основном с дровами. Сейчас поеду встречать Ламу Докшита, он с западного карьера поднимается. У него там сумки, видимо. Вот сказали встретить. Так и живут всего 7 человек. Дежурство по воде несет другой член общины. Зимой монахи курят кирками лед в застывшем ручье. Затем носят ведрами на кухню к печке и топят. На этой талой воде моют посуду и готовят. Не только себе, всем путникам, что сюда заглянут. Первую ложку съешь, вторую отдай на благо всем живущим. Переступив порог общины, сам будто становишься ее частью. Главное правило – идешь в монастырь, возьми для монахов чего-нибудь съестного. Так община и кормится. За эти годы монастырь стал и местом туристического паломничества. У меня была всегда мечта сходить в этот буддистский храм. И когда я узнал, что 1 марта, то это, так скажем, ускорит мое путешествие сюда. Уйти отсюда просто так буддисты уже не смогут. Хоть миллион предписаний им выпиши. В монастыре за 20 лет построены культовые для буддизма сооружения – ступы. Разобрать их – это все равно, что, например, сжечь икону. Когда ступа закончена, она начинает выполнять функции своеобразного трансформатора и регенератора энергии. И поэтому снос ступы – это как из сети выдернуть какой-то такой серьезный трансформатор. Уже вся целая высоковольтная сеть может рухнуть. Поэтому, по крайней мере, не принято сносить это точно. Но вообще это считается одним из самых неблагих деяний буддизма. Официально оформить землю община пыталась с первых дней существования. От карьеры они за 9 километров. Но ни в одном кабинете, ни местного уровня, ни областного их словно не замечали, пока в дело не вмешались деньги. Трения начались, когда Евраз получил лицель на разработку, где-то здесь, в ближайшем районе, на разработку этих вот руд. Никто не может объяснить, почему так. Потому что мы попадаем на край, получается, там совсем-совсем краешек санитарной зоны. Не так страшно, в общем-то, как Маман Душа говорит, что вы, в общем-то, могли бы так немножко трожащую руку эту красу и объяснить, там, 50 метров. И вопросов бы не было. И в конце концов, оформить эту землю как, ну, под нашу общину, то есть под монастырь. Вся эта история со сносом вызвала широкий резонанс. В поддержку буддистов собирают подписи и выступают известные люди. Борис Гребенщиков, например. И вот чиновники уже готовы предложить буддистам другой участок на соседней горе. Правда, без права вырубки леса. Евраз от подробных комментариев на эту тему отказывается. Гуру Ламу Докшита мы встретили уже на обратном пути под вечер. Он, как ни в чем не бывало, ехал в свою обитель из города на собачьи упряжки. Но они все-таки предлагают вам оттуда съехать? Ну, да. Предлагать-то не вредно? Не уедете? Земле 5,5 миллиардов лет, и кто ее владелец, никто не знает. У кого тут права устанавливающие документы на нее? Покажите мне этого человека, и я, может быть, что-то поговорю с ним. Михаил Санников, хоть и Лама со стажем в прошлом, все-таки военный. И свою святую землю просто так не сдаст. Екатерина Пономарева, Илья Новиков. Для настоящего времени. Ну, а что нам расскажут коллеги в Вашингтоне, узнаем прямо сейчас. Юля. Спасибо, Тимур. Как говорят в Америке, что одному хлам, то другому сокровище. Санитарное управление Нью-Йорка ежедневно убирает более 12 тысяч тонн мусора. И благодаря одному человеку, который на этот хлам смотрел, как на сокровище, в городе с недавних пор появился музей мусора. Гаражное помещение санитарного управления Нью-Йорка заполнено уникальными экземплярами, которые кто-то когда-то выбросил. Нельсон Малина – сотрудник санитарного управления, куратор этой коллекции сокровищ. Малина профессионально занимается мусором 34 года. 30 из них он воплощает в жизнь свою мечту. В Нью-Йорке что только не выкидывают. Дайте мне три месяца, и я смогу шикарно обставить двухкомнатную квартиру. На улице можно найти всё. В этом помещении собраны четыре мона-лизы, тысячи единиц мебели, антикварная посуда, коллекция предметов из Африки, множество безделушек, картины и постеры и даже наряженная новогодняя ёлка. Всего не перечислить, но есть и уникальные экспонаты. Это звезда Давида, сделанная из стали в память о трагедии 11 сентября. Её тоже выкинули. Другая ценная находка – витражи из церкви, построенные более 120 лет назад. Естественно, были найдены в мусоре. Антрополог Робин Нейджел говорит, что по этой коллекции можно судить об американском образе жизни. Интересно, насколько богата эта коллекция. Эти предметы из нашего недавнего прошлого составляют прекрасную и точную картину этого города, американской жизни. Как археологи изучают артефакты из прошлого древних цивилизаций, чтобы составить представление об их жизни, то же самое происходит и здесь. Малина больше не занимается сборкой мусора. Он вышел на пенсию и посвятил себя этому музею, куда приходят почти каждый день. Здесь – три десятилетия его жизни, в течение которых он находил уникальные вещи в мусоре Нью-Йорка. Через пару дней мы узнаем имена обладателей «Золотых Оскаров». А пока претенденты и зрители ждут, надеются и обмениваются информацией. Так, композиторы, авторы текстов, песен и исполнители, номинированные на награду Американской киноакадемии, собрались в Беверли-Хиллз на организованный специально для них завтрак, чтобы обсудить свои творения. Дэвид Лэнг, автор «Симпл сонг номер три» из фильма «Молодость», классический композитор и раньше никогда не работал над музыкой к фильму. Это так неожиданно. Я здесь из-за Паула Соррентино. Это его идея снять фильм на песню. Соперник Лэнга – композитор Картер Бёруэлл. Он номинирован за работу над музыкой к фильму «Кэрол». Бёруэлл отметил, что в этой картине музыка иногда заменяет диалоги и играет роль рассказчика. На «Оскар» в категории «Лучшие песни к фильму» представлена композиция «Тил it happens to you» из фильма «Зона охоты», написанная Дианой Уоррен в исполнении Леди Гага. Это песня особенная, поэтому в этот раз я переживаю больше. Леди Гага тоже особенная. Здорово, что нас номинировали. Леди Гага не единственная звезда среди номинантов этого года. Обладатель Грэмми Сэм Смит номинирован за композицию «Writings on the Wall» из фильма о Джеймси Бонде «Спектр». Смиту кажется, что его песня отличается от остальных саундтреков Бондианы, не теряя при этом классического звучания. В ней слышна беззащитность, что нетипично для Бонда. Церемония вручения премии «Оскар» состоится 28 февраля. Американский клуб собаководства опубликовал новый рейтинг самых популярных в стране пород. И 25-й раз подряд это рекорд. Первое место в списке занимает лабрадор-детриверы. Кинологи отмечают, что у собак этой породы замечательный характер. Они ладят со всеми членами семьи, отличаются умом и сообразительностью. В общем, идеальные любимцы. Интересно, что при своей популярности лабрадоры ни разу не получали наград на главном американском вестминстерском собачьем шоу с момента его основания в 1877 году. Следом за лабрадорами в рейтинге идут немецкие овчарки, голден-ретриверы, бульдоги, бигли, французские бульдоги, йоркширские терьеры, пудели, ротвеллеры и боксеры. И это все на сегодня. Я Юлия Абель, команда Настоящего Времени в Вашингтоне. Благодарим коллег в Праге и прощаемся с вами до завтра. Тимур, всего доброго. Спасибо, Юлия. Ну, на самом деле, почти все. Вот посмотрите на фотографию этого жизнерадостного человека. На самом деле, все не так весело. Неизвестные бросили тортом. А в оппозиционера Алексея Навального, российского оппозиционера, у входа в здание фонда по борьбе с коррупцией. Помыл и голову, и бороду с мылом, а все равно пахну ванилью, сливочным кремом и прочим кондитерскими принадлежностями. Работать невозможно, написал Навальный в своем твиттере. Будем следить за этой ситуацией. Ну и напомню, что в ближайшее время в Москве пройдет марш в память убитого Бориса Немцова.